всем привет друзья вы на канале просто гавр и мы продолжаем с вами киберпан 2077 в прошлой серии хроники тирании 1 том это отсылка на ведьмак про цири короче это в прошлой серии мы пришли керри и короче они хотят музончик устроить тусу черри как прекрасная бабочка рождается из шелкового кокона самурая завидуй молча эта штука мне нравится арандин гвенерно это он стоит 52 раза больше чем средний житель найти зарабатывать за всю жизнь да хороша машина короче продолжаем мы надо у нас новое задание сюрприз еще нас по нам и ждет по моему мы уже как бы на финальной стадии пока он звонит колокол это уже выход уже на концовке там уже завершение игры но мы короче будем сейчас выполнять обычное задание которое относится к ключевым персонажем так чё позвоним нэнси чё там ей надо нэнси то есть исида исида без это ее недооцененный переутомленный ассистент стивен 54 канал слушаю вас мне нужно исида когда она вернется я звоню из резиденции керри я звоню из резиденции керри евродина круто но исиды все-таки нет найди но мы ее ждали два дня назад она поехала в тот энтанц чтобы снять сюжет о мальстреме звоните на следующей неделе или следите за новостями если с ней что-то случится я первый об этом расскажу видит что-то не так доходила танцы войти в тенданцы ну пойдем давай не машину это новый поворот здорово робота ты теперь мой кореш так ну ладно прикольно у меня резиденция короче так войти в тенданск короче все да где мой мотопед а может я тп шнешь нахер нам нужен и тут ну да поблизости вот так наверно что они там хотят замутить возродить самурай походу это считается тоже основной ну как бы ключевой квест группам чего надо преступной активности ну все так сколько 200 метров давай мой мотоцикл где пипец такой тупой мотоцикл прилеток четко привет чё ты делаешь дебил черт картина начинает складываться некоторые журналюк не поперся в авто тенданцы кроме нэнси а что-то предлагаешь тут он оди быдлы сидят а чё тут у нас какие-то проблему щава о дорог электроник супер хире гизила супер сам выписывал с клиники прямо через окно какая-то медсестра хотел нас остановить я сначала живу короче ты чокнутый все под контролем видишь чё делал минимализм у меня тоже раньше был дурак шоу тебе удобно уже в тот он танц а чё у тебя с ними ну давай вперед куда те вперед в дверь я не могу в дверь давай быстрее слышишь тени то сыграет наши ребята люблю эту песню красава те видно приехали на лифте заходи сойди уже своего без проблем посмотрим что чё тут у нас ты чё я ищу исида мне нужна исида без не понимаю а ну да ну да ну да а что кто-то жалеет что его больше нет ничего себе какой шанс отличиться ну давай поставить шоколада ты тут заправляешь нет после ройса многое поменялось но не настолько еще и сильно я ищу и сиду без не в курсе где работаешь с ней нет хочу поболтать она вроде здесь здесь только сначала поговорить с бриком он решит что с тобой делать чё за прикидать я сам дойду фигаус не скачет а брик занял место ройс да я слышала что было полку ты же не думаешь что брик скажем тебе спасибо а мне не душу ты имеешь против нет просто брик сейчас не в том положении чтобы еще проявлять эмоции интересное местечко этот татентанс старый завод что не в настроении болтать тебе надо чего или хочешь просто на уши присесть что такое грубо ну что я интересуюсь чего у вас и дурки какие-то ламчат так попляшить ну ва, дорогу, самую Блик, тут еще к тебе Блик, какой сюрприз Чем могу помочь? Эта лисия Кажется, я не вовремя Да нет, мы уже заканчиваем Исида немного засиделась У меня еще остались вопросы Ответы можно придумать Обычно журналисты с этим справляются Напиши что-нибудь про оргию шума Твои люди, кажется, порно меня не любят Похоже, меня здесь не очень-то любят Наши, если кого-то не полюбят То это надолго Пойди в их положение Постарайся никого не злить Так, мне тебе нужно усилить охрану на Ибунике Давай Советую усилить охрану на Ибунике Я там был недавно Твои люди не отличались физической подготовкой Загляни туда как-нибудь еще раз Я прослежу, чтобы тебя встретили как надо А так, че? Просто даю дружеский совет Благодарю Не за что Так, я от Керри Я от Керри Евродина У меня дело Кассиди Керри? Чего это он вдруг про меня вспомнил? Можете идти Че? Ты его отпустишь? Тебя спрашивали Нет, я так и думал Мы тут все деловые люди Спасибо за познавательную беседу Брек Пойдем Все, дельтуем Не давай Спасибо Я это ценю Че, пацаны? Мари, а я вот так Может так и сделать сразу? Струдничать За тобой на рамке Пулях, че так все вы долгие какие-то Ступенька надо бегать Брек вроде норм Ага Если бы он еще в музыке хоть что-то понимал А че? Пришла, чтобы поговорить с ним про музыку? Ага Оп, танцевать Погоди Публика давайте Зажигает публику Да, пил Может быстрее А че ты как телега тащишься? Что ж, этот гребаный лифт так медленно едет Пальнем к нему Я на машине А я пешком Монтопедия На чем тупит у лифт? Решила бросить тему Я так и не узнаю про музыку в Мальстреме Надо посмотреть, что я на записывала Может получится что-нибудь слепить Типа стримишь Пошли уже Надеюсь, моя тачка там же, где я ее кинула Пойдем Все-таки зря я перестраховалась Надо было говорить не с Бреком, а с Тенитосом У тебя что, был на них выход? Брек приглашал меня однажды на концерт Ура, ты побежал Проблема в том, что у них состав каждый раз меняется Ну Какая-то твоя развалюха А че такое, ну че такой тюник Винил нарисовали Нормально Ну Твою шмать Че, тебе не нравится? А что, рисунок нам память Могло быть и хуже В пизду память Я сейчас собираюсь прямо в редакцию Хочешь поговорить? Поехали со мной Поехали Надеюсь, эта куча металлолома не развалится по дороге Тоже думаю, что не развалится Ладно Так чего там у Керри? Он хочет возродить самурай Только на один вечер Нет, самурая без Сильверхенда Я сыграю за Джонни За Джонни я сыграю Ты? Сильверхенд все-таки был больше идеолог, чем музыкант Я справлюсь, не бойся Ну Если даже Керри согласился Что мне с этого будет? Встретишься со старыми друзьями Я тебя умоляю Дружили только Керри и Джонни Мы просто были вокруг И иногда с ними сталкивались А что ты хочешь? Взять интервью у Керри? Я могу сама его написать Из головы Мне нужны контакты Всех его знакомых в индустрии Всего-то Думаю, вы договоритесь Че попустить? Приехали, вылезай Стой, а что с концертом? Скажи, Керри, я все организую На связи Окей, спасибо Ну все, че там дальше? Ну что, дело сделано Звони Керри Сударцы валит от меня Своими машинами Керри, че там? Привет Как дела? С нынцей поговорил? Да Она согласилась Сказала, что сама все организует Опять в семь лет? Ну круто Ты нашел остальных? Ты нашел Генри или Дэнни? Пока только Генри Прикинь Вытащил его из рехаба Ну и сразу все завертелось Генри не знал, что старушка Дэнни так и живет в Найт-Сити Сказал, что хочет сделать ей какой-то сюрприз И поехал к ней Так что вот у Дэнни все и встретимся Мне тоже надо? Зачем? Но ты же должен увидеть, с кем ты будешь играть в конце от концов Плавяны Ну давай Добраться до Санкт-Петербурга Километр А я где? Так, есть указатели нету Ну, он доедет Так, барджеки Давай быстрее, долганный хрен Взбивает меня Очень милый Не хотел Ну, жрать сюда, показывай Что за великолепер? Да, ладно Тебе Не, мотоциклы, я думаю, это самая быстрая техника Ну, в такой вот Дире могу спить Ну, в такой вот Дире могу спить Я все за шлифовал Не, видок вообще прикольный Прикольный вообще А что на меня там вычинит? Не, 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 не ты гляди что тут случилось может у нее ремонт а генри одолжил бетономешалку он всегда был у нас мастером экспромта может они в доме позвони по интеркому ну ладно значит ищем дальше так опять эти особняки перелазить задолбали они меня уже ваша так вот здесь туда же бегать нельзя так получила бля понеслась пизда по кочкам и забетонировали это хорошо что ты приехал твой дом у нас проблема а это что твой бассейн это и есть тот самый сюрприз генри да походу я много пропустил он почему-то сильно обижен на день и поэтому залил ей бассейн бетоном ну генри всегда было на улице что между ними произошло подозреваю это было не трудно если он все время торчал а потом сидел в рехабах экскурсию ну да вот именно не познакомишь а потом я дал ему ее адрес подойдет что в итоге с концертом и ты труп я пока еще не говорил с дэнни но похоже ничего у нас не выйдет вы поговори с ними кири только хуже сделает не думаю что они мне будут рады да не ссы они сразу стыдно увидишь кири тоже не то чтобы с ума сошел от радости когда меня увидел он пошел уж я-то с дружком пришел на ру чтобы было кому напомнить какого хуи ты сюда приперся я вообще-то от кири бы насчет концерта какого концерта почему он это передает через тебя он не знал что вам говорить вы же оба его друзья смотри какой чувствительный как будто не он подбросил этот мешок с говно мне под дверь мы хотим возродить самурай один вечер а так вот для чего он решил нас всех собрать мило но без шансов я с этим блять уродом играть не буду дэнни нет ни за что выбирайте или он или я и пиздец если да не упрется пиши пропало ну чё как ваши дела херова чума дэнни не хочет со мной играть а мы уже обо всем договорились то есть кири тебе платит но теперь все понятно у меня просто блять нет слов забирайте этого мудозвона и уёбывайте с моей лужайки я не хочу выбирать чё делаешь дурачок так объясни нахера ты это сделал с бассейном ты же знал что кири хочет уговорить дэнни на концерт я думал разрядить обстановку разрядил бы шут может кто-нибудь расскажет что случилось ослеп стали он залил мне бассейн бетоном наверное у него была причина серьезно причина думаю выбрать должен ты были меня бесит что дэнни зажимает нас в угол и ставит условия с другой стороны у генри каша вместо мозга ему вообще нельзя доверять спасибо ты мне очень так похоже всех собрать не выйдет ну это не проблема на одно выступление можно кого-нибудь со стороны пригласить но это будет не то как раньше все равно не будет керри давай короче с дэнни возьмем эту дебилу не хочу брать раз уж надо выбирать сыграем с дэнни керри блять как так кто тут больше всех создает проблемы я или она и чувак слушай давай я знаешь что керри шел бы ты на хорошо что silver hand этого не видит закончил вали ладно а что с нэнси я с ней на связи она сказала позвонит когда все устроит увидимся на концерте я запрещусь этим надо что-то делать можно мне кажется мы сделали все что могли осталось только подождать на и все ну пока будет она ждать пока мы будем ждать я довези чувак довези сука хрен это грифтет покинуть виллу и подождать пока позвонит нэнси че он не бегает у меня дебил нажимай shift он не может бегать мотопед в траве пипец мало того что он бегать не может еще и мотик подобрать че там стоит фигачу за . так а чё ты дружище обиделся что ты обиделся малой слушай прости что такое обиделся дует соседей ну дуйся дальше а я поехал делать может подождать подождем сколько там нас ждать или к панам пойдем а тебе чё надо привет жули как себя чувствуешь херова у меня появилась идея еще слишком мало времени прошло чтобы пережить горе нужно преодолеть все этапы знаешь ведь шок гнев депрессия я сейчас на этапе гнева здесь пока я останусь потому что с гневом я знаю что делать ну как бы нам рассказывать что придумала бар лизис когда-то был борделем какой-то момент тигриные когти убили там на одну девушку больше чем люди могли стерпеть поэтому мы взяли все в свои руки и теперь это наш клуб так вот тоже самое надо сделать в облаках чё давно хорошо все обдумала джуди точно я вообще ничего не обдумывала пипец тут и пойми шель мы добились свободы не потому что сидели на жопе ровно ничего не делали ты уговорила шельм захватить облака нет я тебя хочу уговорить на хранит она поможет сейчас я не могу сейчас я не могу много всякого дерьма навалилась я все понимаю скорее всего времени это отожрет порядочно ты мне позвони как будешь по свободным договорились конечно позвоню давай только не вали своими заданиями у меня вечно любите валить заданиями когда мне надо выполнять другие задания никогда игру не правильно я не хочу как бы забивать на сюжет короче эти шаки ну не хотят мне звонить я поехал по нам так не звоните соло все поехали кочевники эти не хотят звонить покинуть виллу я покину тебе и потом помогу я пойду к панам что там она хочет и не знать мне где у нас это вилла о их него зашибись все четко сейчас при них по нам чё на вкус хочет посмотрим все будет нормально посмотрим что в итоге вообще чё нет мне хотят с этим солны что не хотят а дорогу пацаны да ну не здесь что костер почему я штуку дом 2 на меня хп бесконечно черный типа дом чем не бегать и шаг у меня клавиши не работает или чё там где вроде все работает народ пацаны ну приемный пирог смирить зеркало изменить внешность пройти изменить выражение лица и прививку с фигурящих чувака так короче мечи не со что-то они хотят чем я не могу бегать мне интересно долбанная игра чё за навигатор вообще как он меня ведет вроде квест активировал ведет меня вообще непонятно куда нет остальные будут сторожить лагерь делайте обход каждые полчаса докладывайте лично мне дайди и шаг нахрен ты стопси с дороги или к четвертой корпоративной стилеты могут напасть в любую минуту мне кажется ты немного преувеличиваешь я больше не хочу сюрпризов дорог цены он что тут я еще те же спас я запретил тебя даже думать о конвое милитеха так ты дружка позвала чтобы все провернуть за моей спиной да ага поэтому я и попросила вид чтобы он серьезно думаешь чтоб она можно что-то запретить поверь не выйдет она все равно сделает по-своему нет не сделает если хочет остаться в семье нет ну правда сол ты хочешь чтобы этот василиск просто ускользнул из наших рук именно это же такой шанс какой шанс это унылая у вас дискуссия похоже тема уже успела всех утомить нет дискуссия закончилась давным-давно ну и хватит базарить пошли люди из биотехники будут здесь через час постарайтесь за это время не налажать наконец-то эти обрубил ну чё дальше делаем офигеть будем теперь траву в зеленый цвет красить по его приказу я думал ваш союз биотехникой распался сол хочет довести дело до конца и доказать что аль-де-кальдо держит слово охрана полей еще кукурузу мы не защищали сол добьется что корпораты будут вытирать об нас ноги а мы только кланяться и говорить спасибо так хочу василиск чуть-чуть то что такое этот василиск бронированный грузовой панцир мелитех это откуда-то из 60 чего хотят спихнуть какой-то стране третьего мира где он будет считаться новейшим чудом техники конвой мелитеха поедет совсем рядом по сто первой трассе грех с ними не поздороваться а твоя идея какая скажи честно твоя была идея как ты догадался кроме тебя никто не мог так выбесить соло не в бровь а в глаз если бы он сам до этого додумался ему бы казалось что это лучшая идея в мире заткни сол не настолько мелочный просто он трус он хочет перестраховаться и залечь на дно нашим ради вану чужели стоит ссориться с солом из-за панцира да с василиска мы сможем наконец вернуться в большую игру семья разваливается если мы упадем в яму с биотехникой нас перестанут воспринимать всерьез окей то есть ты реально позвала меня чтобы провернуть это за спиной у соло кэссиди тэд кэрол и боб уже согласились короче ты всех опять наебал я понял я думал вы с солом уже закопали ружье войны я тоже но видимо перемирие действует только тогда когда нас хотят убить вот именно ты же сама спасла ему жизнь а теперь хочешь с ним разосраться то что я спасла ему жизнь не заставила его ко мне прислушиваться так что мы вернулись к тому с чего начали а почему кстати сол так очкует из-за этого василиска боится что милитех нас раздавит если мы их обнесем ему кажется что с корпорациями лучше дружить как с биотехнику просто пиздец а вы бы наоборот хотели бы хотели вернуться к тому что умеем лучше всего перевозкам то есть контрабанде я так и сказал какой план как вы хотите перехватить василиска спасибо и и разве я сказал что согласен пойдем поговорим с остальными чертовка получается на операцию согласились только четыре ветерана и все других мы даже не спрашивали слишком большой риск что кто-то пойдет но стучит соло только ветераны понимают какие возможности нам откроет василиска опасная эта затея да ладно ничего опасного этот караван даже охранять особо не буду и вообще неужели ты не хочешь внести свой вклад в тело мира на планете если ничего не сделать этого зверя отправит на войнушку куда-нибудь в банановые республики а мы найдем для него дело прямо здесь в америке снова пытались убедить соло и ничего не вышло а так слушайте все милитех будет перевозить василиска по частям на двух грузовиках погоди чего у тебя голос то дрожит иди нахер мы встанем уже до переезда через трассу сто один нападем сзади и быстро оттуда смоемся вопросы мнения замечания так ты молодец допустим у по нам свои счеты с солом ну а вы то чего пару лет назад никому бы и в голову не пришло работать на корпоратах нам нужна техника и заказы чтобы вернуть себе доброе имя зал бы это понял если бы соизволил вынуть голову из своей заднице так не хочу это вмешиваться ну как-то свои вроде ладно я с вами окей спасибо сначала заедем на станцию там стоит локомотив и мы заблокируем переезд поедешь с нами или встретимся там поедем поеду с вами то нет ну и круто поехали когда мне так позвонит давай я зарубься а голос то у тебя дрожал неправда а да ладно вспотели ручки да иди ты ты точно не оставила следов милитех ничего не заметит ты что вполне сомневаешься окей окей я ничего не спрашивал чё вновь нет отточения чё всё пропустить можно да опять вы будете потрепаться давай пропускай поездку ну ни хера не пропускай ну чё ты чё прикол ты чё зависла ты чё зависла а ты ждёшь чё наперегонку поехали давай топи а лагеря точно не заметит что вы уехали соло так не хочет нас там видеть ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехнику а ваши унылые рожи их не впечатлят это как пить дать ну чё пускай а что в итоге со стилетами думаете скоро нападут сол так думает расставил часовых по всему лагерю а тебе не нравится мне не нравится что он лечит симптомы болезни а не причины ты не скучаешь по найт сити иногда скучаю мне не хватает ощущения какой то новой жизни свободы но его всегда отравляло чувство простоты чувство что свобода бессмысленная если ты одна мне тоже было тяжело уйти из семьи с другой стороны я редко оставался один у тебя кто-то был настоящий друг его звали джеки он бы точно тебе понравился джеки я запомню джеки мы на месте он хороший чё настоящий кореш чё друг пойдём вот это махинь если тебе так нравится давайте угоним поезд и успокоимся может ну нахер этот василиск действительно будем ездить по путям до 101 а потом обратно соло даже уговаривать не придётся ну чё дело так конвой милитехо поедет из найт сити на базу где у них встреча с покупателем мы должны будем их поймать на переезде нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной Ви есть вопросы так вокруг города так много заброшенных станций это это принадлежало корпорации которая занималась цементом у них тут был перевалочный пункт они что бросили локомотив когда ушли он стоит здесь уже минимум лет сорок со времён чёрного заслона тогда всем пришлось вернуться к старым технологиям локомотив работал на жидком уране как подлодке тем более странно что его бросили корпораты наверняка вписали его в графу оптимизация расходов древняя хрень Кэрол её взломает потом ещё надо будет авторизоваться с контрольной вышки чтобы им управлять мне кажется вышка давно обесточена мы этим займёмся вы с панам пока поищите код авторизации ну что пора за работу пойдём сюда на вышку надо ну теперь звонят привет я договорилась концерт сегодня вечером в красной грязи ты уже звонила Керри он случайно не передумал нет нет ты что он там уже бьёт копытом я его таким не видела со времён Сильверханда а что там с Генри он не с нами я ему не звонила ещё распинаться перед этим придурком короче увидимся вечером на счёт гитары не беспокойся всё что нужно я достану ну всё чётко тебе помочь? конечно но на твоём месте я бы сначала поискала другие варианты ну вот он это всё ого вот эта скорость ну то я тут вообще-то это не некогда тут с вами только вот я говорю как всегда сколько тут ждать то ждёшь срабатывает то не ждёшь не срабатывает ничего хрен поймёшь то 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 всё я уж не буду бросать этот крест стопаем по лестнице даже если всё получится ну это ваш старик кашка в ряду ваш СОО вам посвятить? о, круто! спасибо парни луд какой-то синенькая гранатка луд какой-то я всегда любила поезда и станции где соединяется много путей прикольно когда рельсы сходятся да, точно когда смотришь на них сверху чувствуешь свободу будто можешь начать тысячу путешествий одновременно наверное чуть проще пиздец ты ползёшь сто лет будешь ползти сюда вообще и сюда пришёл? так, мы на месте Кэролл! что нам надо найти? верфокарты что это? прямоугольные карты с врезами тюля не сюда пришёл поможешь сойти? да погоди само собой здесь нет здесь нет мне кажется она должна быть здесь вищи внимательнее, окей? ничего тут ничего так, так, так так, так кажется нашёл ага ага отлично Кэролл! мы нашли карту что дальше? вставьте её в ридер ну чего там Ви, вставляй уже карту ну давай не командуем их нашлась тут команда и тут перепутала что ли кто тут главный ну попробуем работает иди посмотри иди посмотри поехали на путь паровозик который смог паровозик тыр-тыр-тыр 1993 Ви я хотела с тобой поговорить о чём? я скучал по тебе по 5 а, да? о, то есть нет, погоди, погоди мы обычно так не разговариваем А я так разговариваю. Никогда не поздно начать. Окей. Валяй. Шучу я. Слушай, Ви, я догадываюсь, к чему все это идет. И тебя что-то смущает? Нет, не в этом дело. Я тоже хотела про это поговорить, только не так прямо. Я собиралась сделать круг, прощупать почву, а потом обратно спрятаться в свой домик. Хороший план. Что пошло не так? Ты слишком быстро меня расколол. Я не знал, как ты отреагируешь. Тут не только ты действуешь наугад. Я бы не хотела сейчас ублажаться. Пока у тебя получается. Это потому, что я еще даже не начала. Обычно я сначала делаю, потом думаю. Да-да, я заметил. Я знаю. Понимаешь, для меня важны импульсы. Когда я действую интуитивно, тогда я типа честная. Но с тобой, Ви, я хочу быть аккуратнее. Почему со мной все по-другому? Потому что ты мне дорог. И я боюсь сказать или сделать что-то глупое. И остаться одной в пустыне. Я лучше просто буду рядом. Пусть даже как друг. Иди за импульсом. В следующий раз. Иди за импульсом. Окей. В любом случае, я тебя предупредила. Думаю, нам уже пора возвращаться. Как раз, может, уже возвращаемся, и уже пора заканчивать серию. Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да. Кэрол время от времени проверяет их каналы связи. Все идет по плану. По крайней мере, пока. А дальше че? Так, су. Ты не знаешь, где панам? Я ей няньки что ли? Хе-хе. Я чего? Не знаю. Слушай, мне плевать, что у вас там с ним может ответить нормально. Когда ее увидишь, передай, что я ее ищу. Не найдешь. Мы тут свои дела делаем. Костер, пикник. Все братва в сборе. Солнце, присядь на минутку, пожалуйста. И успокойся. У нас все под контролем. Конвой едет прямо к нам в руки. А мне типа постоять, да? А мне сесть можно? Из-за сола волнуешься? У тебя, кстати, ищут. У нас еще довольно много времени до заката. Думаю, еще раз осмотреть машину не повредит. Ты не устал играть, дружище? И все равно, кто-то появились. А мне кажется, что они появились. Значит, до заката всего пара часов. Ты так паникуешь. Будто ты первая, кто вышел против Соло. Ой, давай только без этого, не надо меня утешать. А я знаю этого человека? Знал, Скорпион. Он вернулся с войны накрученный. В голове полно идей, куча новых контактов. Стал убеждать Соло объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что Соло? Отчитал его перед всеми за то, что сеет смуту в семье. Потом целый год не давал ему ни одного заказа. Вот уж утешил. Спасибо. Ты сказала, тебя не надо утешать. Вы все мало говорите о войне. А что тут говорить? Запихивали тебя в панцир в Центральной Мексике. И марш вперед, рядовой. Неделями говоришь сам с собой. Или с бортовым эскином. Едит хлещешь, как в воду. Потому что снаружи счетчик Гегера зашкаливает. Угу. Как вспомню, что мы сидели в этих раскаленных гробах. У меня жопа сыпью покрывается. И несмотря на это, вам не терпится покататься на Василиске? Это другое. Совсем другое. Поймешь, когда в него сядешь. Давайте-ка выпьем за Скорпиона. За Скорпиона. И за Джеки. Сол был прав насчет Змеиного народа. Нужно оставаться независимыми. Иначе вы разделите судьбу. Судьбу Бакеров? Мы и сами прекрасно справимся. Нужно только парочку хороших заказов. Чтобы люди снова заговорили про Аль-де-Кальдо. Поэтому мы сегодня и здесь. Скорпион бы гордился. Ладно. Кем орнуть? Я попробую немного поспать. Давай. Наш конвой в ближайшее время все равно не приедет. Прохладно стало. Как-то вдруг прохладно стало. Неправда. Ну, это мило. Может, тоже немного поспишь? Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю. Посмотрю на звезды. Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно. Вот тут Большая Медведица. А вон там справа, видишь, звездочка лыгает? Не вижу. Вообще не вижу. Да. А видишь, да? Это значит, что у Большой Медведицы течка. Спокойной ночи, Виль. Окей, они подъезжают. Ну что, все готовы? Блядь! Чудиху. Поехали, Виль. Теперь у меня троит, башка. Вроде не пил. Вот типа я на этой шконке спал. Но он заиграл активно. Поехали, он на воздухе сел. Красавцы. Ну что добавить? Что делать? Перегонки с поездом. Как-то не заняться. Подрезают друг друга. Лучше, любил больных. А они нет быстрее, чем мы с вами. Не уверена, что нам хватит скорости. Оцепим один вагон, быстрее пойдет. Вини, тупи! Расхерачивайся в цепку! Готов, пи, говорит. Ты мне не подключил, как это херня. Мы близко, но скорость близко близкая. Стреляй в этот... Отрежем их и окружайте! Так я оторвал вагон. Я опять как-то раз пулемет не забил. Куда стрелять надо? Ну что, парни, забирайте. Я с пулеметом хочу стрелять, не забирайте. Четыре, семь, пять машин. Дорога блокирована. Сука, патроны кончили. Заклинил, пулемет долбаный. Выкинь его нахрен. Давайте быстрее! Заклинил, пулемет. О, вы че, стенка на стенку, пацаны? О, позиция потеряна! Еще немного играли! Мит, поп, вперед! Все идет по плану! Ладно, будьте осторожны, поезд отправляемся. Сесть в машину. О, забегал. Че такое было? Бак какой-то? Я просто в крест в 9 не забыл. Окей, погнали! Ну, понеслась! Еще грузовик угнали. Пропустить повестку. Черт, сработало! Само собой, я же еще тогда говорила. Приехал. О, это вы тачки угнали. Ты туда? Грузовик. Если хочешь, я с ним поговорю. Не, спасибо. Хочу сама разобраться. Че запятая гребаль душа? Ну, понеслась. Ще, стенка на стенку буду. Визни, что это такое? Сам видишь, что это? Василиска. Я вижу два грузовика с логотипами Мелитеха. Черт, по нам. Они видны за многими. Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Стелеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам еще и от Мелитеха прятаться. Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй, вперед! Мы оставим себе Василиск, хотя бы чтобы вспоминать, кем были Аль-де-Кальда. Или может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападет? Когда я закончу с биотехникой, мы соберем семейный совет и обсудим твое поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А Василиск, мы можем его собрать? Делай что хочешь, только мне не попадай. Обиделся. Горячий. Миш, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно. А что нам потом с ними сделать? Оу, у меня есть идея. Ничего себе у тебя легкие. Ты сама в шоке. Кажется, последний раз я так делала, когда мне было десять. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Все хорошо? Да-да. Хотя та часть, где мы грабили караваны, нравилась мне гораздо больше. Мне кажется, семья на твоей стороне. Ага. Почему тебе так кажется? Я слышала только тишину. Они чуть ли не облизывались на этот Василиск. Кочевники значит панциры, панциры значит кочевники. Они за тебя. Ну, посмотрим. Если я опять понадоблюсь, просто позвони. Вей. Конечно, позвоню. Будь готов снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи. Все. Следующее у нас задание получается. Это надо звонка. Ждать. Звуки музыки, да. Будем потом продолжать. Продолжать мы будем в следующей серии. Отношение с Джонни у нас 60%. Все. Зашибись. Все. Мы будем проходить следующий квест. Звуки музыки мы будем проходить в следующей серии. Так что нам пора завершать. Дорогие друзья. Вот. Ну что ж. Ссылка на подписание под видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Всем пока, ребятушки. До новых выпусков. Всем пока-пока.